всем привет попросили рассказать о витамине b1 для кормления стрижей эта проблема которая возникает потому что у владельцев стрижей неправильное представление о причине и следствия есть такое мнение о том что в замороженных сверчках и прочих кормовых насекомых снижается количество витаминов и этот это так действительно при заморозке пищевая ценность насекомых снижается причем довольно значительно кроме этого при в замороженных сверчках продолжает развиваться микрофлора даже в замороженном состоянии и поэтому стрижей которых кормят замороженными сверчками или другими кормовыми насекомыми постоянно практически непрерывно болеют какими-то бактериальными и грибковыми инфекциями здесь конечно есть и следствие из того что стрижей в принципе содержит в неподходящих для них биологических условиях поэтому они болеть будут в любом случае но если вы еще и кормить их неправильно то болеть они будут еще чаще так вот возвращаясь к вопросу нужно ли давать стрижам витамин b1 и ответ на него очень простой стрижей нужно кормить живыми насекомыми заморозка у вас только для ситуации форс-мажорных то есть когда у вас случился перебой с к живыми насекомыми и у вас нет возможности день-два давать живых насекомых вот тогда вы используете замороженных насекомых в этот короткий период если вы кормите стрижей замороженными насекомыми на постоянной основе у вас будут проблемы и вы не сможете решить эти проблемы добавляя какие-либо витамины будь то b1 или b12 потому что это в любом случае нарушение всех биологических принципов питания стрижей запомните стрижи должны питаться живыми насекомыми и это главное правило которое хоть как-то будет позволять стабилизировать состояние здоровья стрижей в условиях неволи это относится и к выкармливанию стрижей то есть птенцов стрижей их нужно выкармливать живыми насекомыми но не заморозкой если вы кормите птенцов стрижей заморозкой точно так же у них будут развиваться проблемы с микрофлорой точно также у них будут развиваться проблемы с гиповитаминозами поэтому запомните стриж должен питаться живыми насекомыми вот ответ на этот вопрос всем пока пишите в комментариях свои вопросы